Здравствуйте, уважаемые студенты. Дисциплина охраны труда. Тема урока. Основные понятия, причины возникновения и классификация чрезвычайной ситуации. Это у нас 14 лекция. По плану у нас мы должны рассмотреть 6 вопросов. Это оценка чрезвычайной ситуации, теория катастроф, защита населения, классификация защитных сооружений и их использования, эвакуа органов, проведение эвакуационных мероприятий. Пятый вопрос. Медицинские и индивидуальные средства защиты, их назначения и характеристика. Ну и шестой вопрос. Обеспечение населения средствами индивидуальной защиты. В обычной жизни все отклонения от повседневного нормального хода события люди склонны относить к чрезвычайным происшествиям или ситуациям. В настоящее время нет единого определения чрезвычайной ситуации. Одно из определений приводится в законе Республики Казахстан о чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера. От 5 числа июля 1996 года. Итак, чрезвычайная ситуация – это обстановка на определенной территории, возникшей в результате аварии, бедствия или катастрофы, которые повлекли или могут повлечь гибель людей, ущерб их здоровью, окружающей среде и объектам хозяйствования, значительные материальные потери и нарушения условий жизнедеятельности населения. Это только лишь одно из определений. Сколько книг, столько определений вы можете найти. Защита от чрезвычайной ситуации предусматривает последовательную систему мероприятий, которая включает анализ и прогноз чрезвычайной ситуации, подготовительные работы на случай возникновения чрезвычайной ситуации и разработку мероприятий во время чрезвычайной ситуации, ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации. Этими вопросами занимаются специальные государственные службы и спецподразделения, которые они называются следующим образом. Подразделения агентства по ЧАЭС, пожарная охрана, служба по ликвидации аварий в магистральных сетях города, госэнеприднадзор, милиция, ну сейчас уже называют полиция и так далее. Я вам предлагаю одну из видов классификации чрезвычайной ситуации. Итак, ЧАЭС, посмотрите, подразделяются на следующие 7 видов по причине возникновения. Природные, техногенные, антропогенные, экологические, социальные, биологические. Итак, я так думаю, что все здесь данные известны. Природные – это то, что происходит у нас. Это может быть стихийные бедствия, природные катаклизмы, землетрясения, вулканы. Техногенные – это у нас, когда происходят аварии в крупных электростанциях, допустим. Антропогенные – это по действиям человека. Экологические – когда у нас уже природа нарушена. Социальные – биологические. Так, по масштабу распространения они бывают локальные, объектовые, местные, региональные, национальные и глобальные. По виду очага поражения ЧАЭС делится на простые, или их называют однородные, и сложные, то есть комбинированные. По форме очага поражения они бывают круглые, то есть это когда взрыв, землетрясение. Полостные – то есть когда ураган, град, от слова полоса. То есть даже в самом в одном маленьком городе, если в одном районе идет дождь, то в другом районе его может не быть. Поэтому их называют полостные, полоса. Неправильные – то есть это пожар. По инициированию бывают чрезвычайные ситуации. Они преднамеренные, непреднамеренные, то есть случайные, спортивные, дорожно-транспортные, ну и так далее. По скорости развития. Перед вами показан, они бывают внезапные, взрывные, скоротечные, плавные. По возможности предотвращения. Их бывают два вида. Они могут быть неизбежные чрезвычайные ситуации и предотвращаемые. Это виды классификации. В основе чрезвычайной ситуации лежат внутренние и внешние причины. К внутренним причинам это относится сложность технологий, недостаточно квалификации персонала, то есть когда персонал у нас не готов. Следующий – проектно-конструкторские недоработки, то есть когда есть прокованы материалы. Физический и моральный износ оборудования, то есть когда уже оборудование старое уже. Низкая трудовая и технологическая дисциплина. То есть что это значит? Когда человек часто опаздывает. Не соблюдается режим работы. Технологическая дисциплина – это когда оборудование не смазывают вовремя. То есть за ним, когда нет ухода. Внешним относятся к достижиме бедствия, неожиданное прекращение подачи. Электроэнергии, газа, воды, технологических продуктов, терроризм, война и так далее. То есть неожиданное прекращение подачи, вот когда бывает иногда электроэнергии. Были у нас такие случаи, когда электроэнергия у нас была веерной, отключение, то есть отключали электричество. Это и есть внешние чрезвычайные ситуации. Анализ причин и хода развития ЧАЭС различного характера показывает. Их общую черту, то есть одинность, их выделяет пять статей развития чрезвычайной ситуации. Первый – это накопление отрицательных эффектов, то есть происходит зарождение. Второй – это период развития, то есть называют их инициирование. Третий – экстремальный период, то есть уже кульминация, при котором выделяется основная доля энергии. Но затем после кульминации идет период затухания и естественно уже ликвидация последствий этих ситуаций. Возникновение чрезвычайной ситуации обусловлено наличием остаточного риска. Риск – это, по сути дела, количественная оценка опасности. Он показывает, с какой частотой будет реализовываться неблагоприятные последствия по отношению к максимально возможному числу за определенный временной период. То есть риск мы обозначаем через букву R, английскими. Она равна N, делена на N большое. N маленькое – это количество погибающих человек за один год. N – это численность населения. Для более точной оценки риска применяется в комплексе четыре основных подхода. Это инженерный, который опирается на статистику, то есть ведется подсчетный. Модельный, основанный на построении модели взаимодействия опасности. У нас в ряду – экспертный, основанный на опросе опытных специалистов, то есть экспертов, и социологический, основанный на опросе населения. Следующим вопросом – это защита населения в чрезвычайных ситуациях. Он представляет собой комплекс мероприятий, которые проводятся в цели не допустить поражения людей или максимально снизить степень воздействия поражающих факторов. Одним из важнейших принципов защиты населения в ЧАЭС является накопление средств индивидуальной защиты человека от опасных вредных факторов и поддержание их готовности для использования, подготовки мероприятий по эвакуации населения, запасных зон, использований средств коллективной защиты населения, защитных сооружений. Таким образом, обязательным является комплексность проведения защитных мероприятий, использование одновременно различных способов защиты. Итак, к основным способам защиты населения в ЧАЭС относится это укрытие населения в защитных сооружениях, использование средств индивидуальной медицинской защиты, рассредоточение и эвакуация населения из опасных зоны. Итак, мы рассмотрим каждый из них в отдельности. Итак, первое – это укрытие населения в опасных зонах. Классификация по защитным свойствам. Они бывают в убежище, противорадиационное укрытие и простейшее укрытие. Перед вами как раз виден рисунок. Убежище. Посмотрите, это могут быть в подвалах помещения, то есть это в домах-культурах, в больших-очень больших зданиях. Специальное оборудование – это убежище иначе. Противорадиационное укрытие – они заблаговременно построенные помещения. Их специально, посмотрите, оборудование. Противорадиационное укрытие – они нужны при ядерных взрывах, когда происходит, когда человек может получить облучение, рентгеновское злооблучение. И простейшее укрытие – это когда здесь не требуется особого времени. Чем не отличается это простейшее укрытие? Противорадиационное укрытие могут быть траншеи, землянки. Так, я здесь уже их рассказала. Итак, убежище снова – это защитное сооружение герметического типа, которое защищает всех от поражающих факторов чрезвычайной ситуации мирного и военного времени. В убежище укрывающиеся люди не используют средства индивидуальной защиты, кожи и органам дыхания. Противорадиационное укрытие, то есть, как я уже говорила, они защищают людей от ионизирующих излечений, заражения радиоактивными веществами, каплями и аэрозоли галактических средств. Простейшее укрытие, как я уже говорила, – это щели, траншеи, землянки. То есть, не требуется много времени для того, чтобы их можно было возводить. Защитное сооружение классифицируется по назначению, по месту расположения, во времени возведения, защитными свойствами и вместимости. Вот как раз они перед вами. Итак, по назначению они бывают общего и специального значения. По месту расположения – встроенные сооружения. Встроенные – это когда мы говорили о убежищах. И отдельно стоящие, то есть противорадиационные укрытия – это могут быть землянки. По времени возведения они бывают заблаговременно возведенные и быстровозводимые. Заблаговременные – это когда противорадиационные укрытия и убежище. По защитным свойствам они бывают в это убежище, противорадиационные, простейшие. По вместимости делятся на малые – здесь до 600 человек, средние – до 2000 и большие – свыше 2000 человек. Проведение радиоэвакуационных мероприятий. Эта подготовка эвакуомероприятий включает разработку планов эвакуации, создание и подготовку необходимых эвакуоорганов, подготовку транспорта для вывоза эвакуированных населений, подготовку маршрутов эвакуации и безопасных районов для размещения эвакуированных населений, материальных и культурных ценностей в загородной зоне. Рассредоточение подлежит рабочие и служащие предприятий с непрерывным процессом производства и стратегически важных объектов. Эвакуация подлежит рабочие и служащие объектов, прекративших работы и переместившихся в эвакуазону, а также население, не занятое в сфере производства и обслуживания. Эвакуационные мероприятия проводятся только по распоряжению правительства. Руководят при рассредоточении рабочих и служащих и эвакуации остального населения штаба гражданской обороны всех уровней. Оповещают население об эвакуации штаба государственной обороны с помощью средств массовой информации, это может быть радио, телевидение, через печать, а также через ЖК, то есть ЖКХ, мы сейчас говорим, домоуправление, кондоминиум. На каждом приятии, учреждениях, учебных заведениях заблаговременно составляют эвакуационные списки на всех рабочих, служащих и всех членов их семьи. Списки и паспорта, то есть, если мы сейчас говорим, удостоверение у каждого должен быть эвакуируемым, является основным документом для учета, размещения, обеспечения в районах вселения. Для четкого и своевременного проведения эвакуации и рассредоточения населения в городах создаются сборные эвакуационные пункты, то есть, их мы называем СЭП. Как правило, СЭП размещаются в клубах, кинотеатрах, дворцах культуры, школах и других общественных зданиях. К каждому СЭП приписывается порядковый номер. К СЭП приписываются рабочие, служащие ближайших предприятий, то есть, те люди, которые находятся рядом с этой школой, с этими кинотеатрами. Следующий вопрос – это медицинские индивидуальные средства защиты и их назначение характеристика. Средства индивидуальной защиты, или мы называем их СИЗ, предназначены для защиты кожи и органов дыхания от попадания радиоактивных веществ, отравляющих веществ и биологических веществ. В соответствии с этим СИЗ делится по назначению на средства защиты органов дыхания, средства защиты кожи и медицинские средства защиты. Итак, посмотрите, по этой таблице средства защиты органов, они делятся на противогазы, респираторы, простейшие средства. Противогазы бывают изолирующие и фильтрующие. Простейшие средства – это противопылевая тканевая маска и водноматливая повязка. Средства кожи, они бывают табельные, то есть защитные одежды, и подручные средства. Защитные они бывают, опять-таки, изолирующие и фильтрующие. Так, к медицинским средствам относятся, посмотрите, радиозащитные средства, антидоты, то есть сюда относятся синин, кислоты, фоос, они называют, противобактериальные средства, средства частичной самообработки. Запомните. Так, к противобактериальным средствам относятся неспецифические профилактики антибиотики и интерфероны. Специфическим профилактикам относятся это сыворотки, анотоксины, бактериофаги. Средства медицинской защиты предназначены для профилактики и уменьшения степени воздействия поражающих факторов ЧАЭС, а также для оказания первой медпомощи пострадавшим. К средствам медзащиты относятся радиозащитные средства, антидоты, то есть, или их еще называют противоядие, антибактериальные препараты, средства частично санитарной обработки. Ну и в конце я привела список литературы нашей лекции. И, пожалуйста, ответьте на вопросы для самоконтроля. Какие относятся защитные сооружения к средствам коллективной защиты населения? Вспоминаем. Что относится к основным способам защиты населения чрезвычайной ситуации? И какие причины лежат в основе чрезвычайной ситуации? Спасибо. 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 Спасибо.